Уроки технологии У меня, конечно же, сформировалось своеобразное видение того, как должна выглядеть образовательная техника. В связи с этим была написана книжка, переизданная неоднократно, снятые начальными этапами видеокурсов. Но, тем не менее, запрос из образовательной среды поступает на урок технологии, в который входит множество различных элементов. И при этом постоянно добавляется слово «проектная деятельность», которого я шарахаюсь как огонь. Потому что у меня тоже есть проектная деятельность, я постоянно с детьми вожу проекты на какие-то крупные соревнования. И с моей точки зрения это что-то невероятно сложное. И начинать заниматься проектами с детьми могут только очень высококлассные профессионалы в этой области, в коем я себя не считаю. Либо нужно придумать такие методики фантастические, которые будут из ничего не умеющих детей вмиг превращать. Получать волшебников, которые из ничего делают что-то фантастическое. Я вижу занятия технологией как последовательный процесс освоения простых вещей. Сперва в книжке было написано алгоритмы и простые конструкции, регуляторы, которые я писал. И мне казалось, что вот она робототехника. А когда начал работать над учебниками технологии в издательстве «Лабораторию знаний», оказалось, что я на уроках детям рассказываю много других вещей. Непосредственно к науке робототехника не имеющих отношений. Например, какие батарейки лучше использовать в роботе. Причем это должны узнать пятиклассники, потому что они выходят на состязание силовых роботов в экономическое СОО. Как их правильно туда вставить, почему нельзя ставить батарейки двух разных форматов. Тут приходится узнать, что существует такое понятие напряжения, источник энергии. И вот это все плотно привязывает учебный курс к физике и к обычной жизни. Ребята бегут в магазин и покупают правильные батарейки. Естественно, без специальных марок, но они уже понимают, какие стоит брать, какие нет. И таких уроков получается достаточно большое количество, ну, скажем, наполнения. Не чистой наукой, а прикладной наукой. Даже, может быть, и не наукой вовсе, а просто какими-то жизненными простыми вещами, которые нужно использовать, чтобы получить эффективный результат. Но это может сделать каждый. Каждый, кто имеет опыт работы с электроникой, механикой, компьютерами и прочими вещами. Что же должен сделать робототехник на уроке технологии? И что он должен иметь для того, чтобы этот урок состоялся? И я пришел к выводу, что необходимо несколько простых вещей, причем начинается всегда с самого простого. Самое главное – это фундамент. Что мы будем изучать в восьмом классе, это не так важно. Важно, с чего мы начнем в пятом классе. Пятый, шестой класс – это тот возраст, когда ребята проявляют наибольший энтузиазм, когда они наиболее любознательны. И тут я вижу следующие составляющие. Первое – конструктивная база. Мы много говорим о импортном замещении, но мне пока никак не дается исправиться от лего. Я его терпеть не могу. Но у него такие шестеренки. Так удобно их там переставлять, что использую обязательно для того, чтобы освоить предаточные отношения к конструктору лего. Ну и тем более, закуплены у нас не мере. Итак, первое – это пластик. Деревяшки вряд ли нам подойдут на этом этапе для того, чтобы освоить простые механизмы. И если кто-то говорит о образовательном конструкторе на замену лего, то он должен сделать пластик не хуже, чем у лего. А пока что с этим у нас глубокие-глубокие права. Потому что это очень дорогие технологии, гораздо более дорогие, чем электроника, которые сейчас залезли везде в ногах. Чем там Ардуины, которые можно тоже задействовать в более старших классах. Начинаем с этого. Второе. Мы берем любой контроллер. Все контроллеры базового уровня предоставляют примерно одинаковый набор функций. И даем детям среду программирования, в которой можно обучать базовым алгоритмам для управления в руках. Это, обратите внимание, не информатика, не программирование. Это управление. Тут происходит перелом сознания. Управление имеет другие принципы составления алгоритмов, чем классическая олимпиадная, например, программирования. Что должно сделать олимпиадой? Чтобы задача решилась за 2 секунды. Если попытаться заставить робота все выполнить за 2 секунды, то ничего не произойдет. Робот, наоборот, растягивает его просто. Выполняет все последовательно. У него есть определенные точки, в которых должно что-то произойти. А некоторые задачи вообще рассчитаны на то, чтобы выполняться дисконечно. Ну или как можно дольше. Поэтому мы переходим к элементам теории автоматического управления, которые желательно должны быть реализованы в каком-то симуляции. Изначально, с 2008 года, когда я только начинал эту работу, даже раньше, мы использовали швейцарскую разработку среду Сибон. Может быть, видели или слышали этот трехмерный мир, на очень простом, хорошем плюске сделанный, в котором робота программируешь на языке, похожем на С++, и он строит тебе здания, добывает полезные ископания, сражается с врагами на чужих планетах. Все выглядит очень реалистично. И главное, дети согласны осваивать текстовое программирование, потому что это очень интересно. Но среда Сибон – это уже вторая ступень. И долгими усилиями разработчиков, в первую очередь Смарт-Меха, была создана среда Трик-Студия, в которую вложились пожелания многих преподавателей, в том числе и мои. Итак, среда, в которой можно программировать в графическом интерфейсе, и при этом иметь симулятор, то есть, в меру какой-то симулятор, у нас уже появилась. Слава Богу, сейчас Трик-Студия можно использовать на занятия, там даже можно какие-то конкурсы проводить с помощью веб-интерфейса, и сразу их проверять. Это составляющая секрета. Третье. Чтобы эти роботы были не только предназначены для освоения на уроках, для запуска простых упражнений, примитивных упражнений, включи моторчик и проедете одну секунду, у них обязательно должно быть продолжение в области соревнований, либо творческой деятельности. И это очень сложно, потому что большинство моторчиков для соревнований не годятся. Сейчас производится масса интересных конструкторов, у которых слабенькие или медленные моторчики, или у которых функционал настолько ограничен, что создать какой-нибудь творческий проект на нем затруднительно. поэтому мы приходим к выводу, что для продолжения изучения для того, чтобы детей мотивировать, нам нужна система соревнований, и разработчики этого конструктора должны на них ориентироваться. Тут, конечно, впереди планеты всей моё нелюбимое лего, которое я прощаю за замечательные конструкторы, костей, ветри и прочее, которые, в общем, сейчас самые продаваемые в мире. Но у нас импортозамещение. Вы этого неправильно понимаете? Меня это радует. Потому что мне, например, говорят, вот вам нужно снять видеокурс, сколько там не должно быть лего. И начальство, если увидит лего, не утратительно. Ко мне такие заказы приходят, там, на высоком уровне. К сожалению, это выглядит пока что непродуманно. Простите, потому что я обмешиваюсь. Мы просто обсуждали, вопрос там сломался, и, мне кажется, очевидно, здесь выход, это просто совмещение лего в ТЭК-студию. Потому что если сейчас просто в ТЭК-студию пойдет сертификацию как российский ПО, это можно сделать. Мы обсуждали об этом. Но я не вижу вообще причины, потому что мы не можем сказать лего в ТЭК-студию, а вот как мы сси. Это прекрасная связка с моей точки зрения. И, собственно, эту связку я сейчас использую для учебного. А с того начали? Вот. Ну, будет хорошо, если вопрос так ставиться не будет. Потому что я имею... Ну, не очень позитивный опыт общения с лагером Сивиус, к которому тоже был поставлен запрет жесткий, а другого лего. Но они провели смену без нас, к счастью, к которому все было по минимуму, к счастью, по части фототехники. Ну, и третье. Это было третье. То есть я перечислил конструктор программное обеспечение с возможностью бесплатного скачивания и симуляции. Третье. Достаточно интересно с инженерной точки зрения электронику и электромеханику. И, наконец, четвертая составляющая. Я сейчас не захожу в области 3D-моделирования, которые живут в технологии своей жизни и связанной с ней электроникой. Четвертая составляющая – это высокий уровень. Это такие компоненты, которые позволяют детям использовать высокоуровневые алгоритмы и какие-то технологии. Самый яркий пример – это техническое зрение. Камера должна присутствовать на роботе, она должна обрабатываться стандартным образом, возвращать ребенку не битовое изображение, а стандартным робокап. Она работает и с лего, и с ардуино. Одна и та же камера. И, конечно же, это реализовано в Трике. И в Трик-студио – камера, которую ребенок программирует тремя блоками. И тут же начинает обрабатывать полученные данные с изображения. Вот подобные технологии, мне кажется, могут заполнить курс. А все остальное учителя уже добавят сами, потому что с батарейками все более-менее знакомы. Электротехнику элементы добавить не только. Ну и так нет. Подолгаю, пожалуйста, если есть вопросы. Нет, прошу. Давайте тогда сразу перейдем к формату высказывания с места. Нет, это вопрос. Как же вопрос? Да, прошу. Сергей Александрович, спасибо большое. Я на сегодня этот вопрос не только к Сергею Ельцановичу, но и ко всем присутствующим. Но вот ваша согласность, учредина, я с точеку противоречить, когда вы есть. Вы много говорите о средствах достижения цели, но не говорите, какая цель, это первая. То есть мы говорим немного о материально-технической базе, но совершенно не говорим о том, что сколько тут в Российской Федерации школ? 43 тысячи. 43 тысячи. Итого, нам нужно минимум 43 тысячи, неких там условно, если бы Сергей Александровичу Киликову, которые умеют формулировать задачи для своих поступителей. И вот этот третий вопрос. То есть вот это два проблемы с моим зрением. И вот этот третий вопрос. Что нам делать с теми детьми, которые, ну, назовем условными, гуманитарими? Вот эти вот слайды, которые вы здесь видели, вот особенно первые, что выучили, ну, не можно там форматать, то есть вот у нас замечательный набор предметов, вот следующий слайд. Можно? Я не спорю с ними. Да, следующий. Вот я говорю о том, что здесь... Да, да, да. Нет ли здесь у нас чрезвычайно, как бы, это сказать, померча, на боку степени. Конечно. На буре дисциплины. Что делать, условно говоря, с теми... Нет, нет, ну, вот дисциплины. Они учебную плату. Спасибо. Как вы решаете, по-моему? Касательно цели и полагания. Наша работа, такая совместная, школа и вуза, началась, собственно, с проекта киберфизического лаборатория и с десяти задач, поставленных кафедрой теоретической кибернетики на Матмей. Я написал туда, прочитав эти 10 задач на сайте, буквально следующее. Занимаюсь с детьми робототехникой, не понимаю, куда двигаться. Решать задачи Всемирной Олимпиады не актуально. Они каждый год меняются, и обучающий курс не построен на них. Как потом рассказывал профессор Хротхов, когда зачитывал мои объяснения, как и в теоретической кибернетике, они хлопали в ладоши, прыгали на одной ножке. Востребовано оказалось, то, что в вузе было почти позабыто на тот момент, но, к счастью, все поднялось. Задачи берутся в вузе. То есть вуз спускает нам те задачи, которые надо решать. Сколько еще? Да, не может быть. Первый. Перекорс. Зачем? Сорок тысяч. Да, это задачи, к которым мы идем. Все четыре средства, которые я перечислил, обеспечивают минимум, минимальную базу для того, чтобы работать гуманитариями, и не напугав их наследь, вот в эти первые годы обучения технологии, дать им представление о том, как это работает. И тут же ребята более технического склада подхватят эти технологии, пойдут на кружки и разорвут. Я так и работаю. Ко мне на урок приходят все дети, на кружок приходят те, кого интересуют технику. На уроки они в равных условиях. Даже если ребята уже опытные, технические спортсмены, все равно на уроки они изучают один и тот же материал. Вместе со всем. Не двигаются, не торопясь. Гуманитарии не страдают. Более того, когда начинаются проектные деятельности в 7 классе, гуманитарии оказываются впереди технику. Потому что у них вот такой творческий склад внутренний, и им легче выйти за рамки стандартных технологий. Я хочу еще добавить по поводу гуманитарии. Во-первых, как говорит одна моя знакомая, что гуманитария тот, кому интересует сразу же учитель математики. Но тем не менее, когда мы говорим о проектной деятельности, мы, конечно, говорим о том, что там больно расследования. Например, в типичном техническом проекте нужна говорящая глава, которая докладывает. Нужны люди, которые умеют снимать видео об этом проекте. Нужны люди, которые умеют писать об этом проекте. Это все гуманитарная компетенция. Таким образом, когда мы расширяем вообще понятие, что не только ребята, которые шестеренки поставили, когда мы понимаем по-настоящему проекту деятельности, там громадная речь. Когда находятся для серьезного уровня, потому что, а кто-нибудь там посчитает финансовую модель, это тоже как гуманитария находится. Поэтому гуманитария, они находят свое применение. Это наш опыт, собственно говоря, говорит об этом. Судя по реакции зала, то, что вы понимаете. И последний, кратко последний вопрос, где взять 43 тысячи задач подготовленных учителей. Сперва я плотно работал над книжками, но их ограниченный тираж. Потом стал вкладываться в видеокурсы. В видеокурсах человек, похожий на меня, рассказывает, как дальше будет. Это действительно очень быстро работает, это постановление. Вопрос был не в этом. Люди эти есть. Они задачи, где будут? Нет. На самом деле, задачи приходят... А будут ли задачи сформулировать ВУЗы? Для того, чтобы... Нет, нет. Я не спорю, я просто говорю, что на самом деле мы слишком много, и вот вчера, когда на симпозиу один конструктор, другой, мы... Мы слишком много говорим о средствах решения. Мы совершенно не говорим о том, откуда будут браться задачи. Вот сегодня, в принципе, Альбер эту проблему поднимал, он так говорил, нужно читать пересу, и так далее. Пересу, это классно все. У нас, условно, у них, условно, 40 тысяч учеников, которые... У них нет проблем преподавать, условно говоря, по рабочей программе, да, которая, голосовка, на технику, и в господстве, это не проблема. Они решают нам типовые задачи. Но мы тогда те задачи, которые мы действительно, вот, в вашем облевом правиле, это все правильно, которые должны быть поставлены. Мы, в общем-то, не решаем. Решается, не только в случае реализации проектов. Я опять же, я все к этому люблю. Когда мы... Дети у нас решают проекты, тогда у нас все кредеи, и технарии, и гуманитарии, все очень хорошо получается. То есть, вот здесь есть такое встроенное противоречие, да, 40 тысяч учителей, способны ли они сформулировать 40 тысяч умноженное новое количество проектов? поочевидно, тематик проектов. То есть, вот, мне кажется, нужно и... И когда мы говорим, ну, опять же, с моей точки зрения, мне нужно говорить, как кажется, мы говорим, не в интернете, но при татсах школы. Это следствие, но не причина. А о том, первое, откуда мы берем цепочек, то есть, какие образы у них нужно обеспечить, и на какой у них болисть, кстати. Второй момент, это каким образом, мы строим механизм решения этих задач, то есть, условно говоря, в школе должна быть такая, ну, мастерская, куда можно прийти, там, скажем, от методологии все кучу. Мы пляшем от методологии. Зачем это нам? Позвольте, я поясню, благодаря Евгенийу Станиславовичу, в этот раз я побывал на международных соревнованиях робокам, пока в качестве зрителя. Это серьезный уровень современных ведущих вузов. Задачи, которые там решаются, большинство из них нам не позывало. Более того, они уже решены давно, а мы только подходим к их решению. Либо к каким-то фрагментариям. Задача наша, как методистов, простроить вот эту ступень, лисенку, движение к этим задачам. И я себя сознательно сдерживаю, чтобы не готовить ребят к сложным олимпиадам. Я, более того, этих ребят стараюсь стороночку отвести от олимпиад. Мы решаем множество простеньких задачек. И если кто-то из них освоил всю лестницу пробку, то он уже способен выйти на ту же Леговскую Олимпиаду, Всемирную Олимпиаду. Не я буду делать ему робота, а он сам это робота сделает. Но до того, всем остальным широким фронтом мы даем множество элементарных задач, нацеленных в целом на решение. У него опыт решения этих задач должен формироваться. А комплекс этих задач уже есть. Спасибо большое, Сергей Александрович. Мы продолжим.